Владимирский государственный университет образовательные учреждения и автошколы. Впервые диктант Победы принимает у себя региональное отделение ДСААФ России. Мы считаем, что проводимый ныне диктант – это небольшой кусочек истории, которого коснутся многие люди, которые принимают в этом участие. Глобальная задача этого мероприятия – привлечь дополнительный интерес к страницам истории, которые связаны с Великой Отечественной войной. И побудить, как сейчас модно говорится, спровоцировать интерес к более широкому изучению этой страницы нашей страны. Всего здесь диктант Победы пишут более ста владимирцев. Это молодые люди, проходящие службу в армии, ракетные войска, Центр подготовки специалистов радиотехнических войск, а также сотрудники Росгвардии. Они в этом году принимают участие в акции впервые. Среди них Юрий Ольшевский. Он инспектор по особым поручениям отдела кадров управления вневедомственной охраны по Владимирской области. Рассказывает, в Великой Отечественной войне участвовали его дедушка и дядя. Последний был награжден медалью «За отвагу». А потому на примере своей семьи понимает, как важно сохранить память о героическом подвиге тех лет. Данное мероприятие, я считаю, очень важно в наше время. Как отдать дань памяти ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Как-то сохранить преемственность поколения, мне кажется. Не забывать уроки истории, тем более в наше время сложные такие. Также владимирцы смогли принять участие в диктанте победы и в интернете на официальном сайте диктантпобеды.рф. Узнать результаты акции владимирцы смогут в течение нескольких дней там же на сайте. Победителей выделят на региональном и федеральном уровнях. Участники акции смогут получить памятные дипломы. Продолжение следует...